Друзья, мы все еще на StarCraft Brood War Anniversary И у нас сейчас в гостях профессиональный олдскулный игрок по StarCraft Не будем уточнять по какому, потому что и во второй Старик поиграл, и в Brood War тоже решал свое время Это Федор Потапов, хорошо знаете и наверное видите по форме, что он уже давно не менял свою команду 3D Clan, Forever, Федор, расскажи как ты сегодня выступил и вообще как настроение? Ну настроение супер, я рад, что вернулся, потому что были такие мысли, что уже больше не буду играть И что мне это не интересно, что эта тусовка прошла, но когда я был на последнем турнире, я понял, что звезды еще горят И прикольно встречаться с старых друзей, все их видеть, со всеми общаться И я был серьезно настроен на этот турнир, я играл целый месяц После этого месяц забил и вот поиграл Я считаю, я доволен в принципе выступлением, потому что мне удалось выиграть двоих или троих в Виннеррах Потом я проиграл в Not For You и выиграл одну игру у Тамы в Узерах И получается, и после этого я проиграл Эриадору, Ликвид Дрон И получилось, что я занял топ-16 там, ну вот в топ-16 вошел Вот, поэтому я рад После такого долгого перерыва, в принципе, неплохой результат, да? Да, я воодушевлен, в принципе, и как бы... Будешь дальше трениться? Ну, как бы, есть, да, желание, что когда будет турнир, можно там посидеть, чуть-чуть поиграть Чтобы, как бы, тот максимум, который возможен при таком занятости, его выдать Ага А у вас, получается, ваш клан, я смотрю, столько футболок, то есть он у вас сейчас единственный, по-моему, который на плаву остался, Старкрафтерский коллектив А, еще есть 7Х, да, Старкрафтерский коллектив, поддерживаете отношения вообще? Ну да, в общем-то, получается, что наш клан, пожалуй, самый старый вообще на просторах брудвара в России, а может быть, даже Европы Потому что нам, получается, уже почти 20 лет, вот И многие игроки, как бы, золотой эпохи нашей, там, вот, Тэч, Эскейп, Not For You, я приехали сегодня сюда, Смок Ну, многие люди, как бы, еще живы Да куда ж вы денетесь? Вы же совсем мелкие начинали играть, да? А сколько ты лет в Старкрафт пришел, помнишь? Ну, в батлнете я начал играть, когда мне, домой себе я провел интернет, когда мне 18 лет исполнилось, сейчас мне 32, скоро 33, возраст Иисуса И, ну, до этого мы в клубах играли, это времена, там, Final Fantasy, ну, даже я не знаю, сколько лет было, ну, 10-11 класс школы, вот так, 9-й даже Ну, 9-й, 10-й, 11-й, вот, я же тяжело вспомнить Всем подростки были, понятно А расскажи, пожалуйста, вот ты до этого играл в Старкрафт 2, а потом вообще перестал играть, да? В компьютер, ну, из киберспорта практически ушел, можно сказать, да? Да, ну, Старкрафт 2 было очень значимое событие, и все в него перешли, и мы очень долго мучились, то, что при таком огромном скилле, как у людей с первого Старкрафта, не было турниров, это не было никак возгорождено И второй Старкрафт в этом смысле дал всем новую жизнь, и там, и 3D у нас была очень-то очень сильная команда, мы там хорошо играли И я тоже там где-то год-полтора, наверное, на нормальном уровне играл, ну, по крайней мере, на российском Вот, а потом как-то потихонечку затухло, забил, ну, жизнь затянула, короче, все как у всех Вот, ну, как бы еще, если про вопрос по всем, про киберспорт, я еще поиграл в Common Conquer 3 Там, в принципе, тоже... Ну, не похожая, да, но я скажу честно, это как бы как игра, как стратегия, как вселенная графика, она мне даже больше нравится Вот, хотя я, конечно же, лютый фанат Старкрафта, но то, то, по сравнению с Старкрафтом, это андеграунд Как Старкрафт андеграунд по сравнению с другим киберспортивным миром, то эта игра, она как бы еще на шаг выше, в этом смысле, она, у нее бешеная атмосфера И всем, кто, в общем, не знает, что это такое, я рекомендую попробовать и не плеваться, потому что, когда мне сказали, что какая-то есть игра, кроме Старкрафта, стратегия Я сказал, пацаны, тот, кто не заказывает 12 бараков ни разу в жизни, о чем, как бы, с вами вообще говорить Вот Оказалось, нет, есть какая-то зима, да, что ты проиграл Ну, а вообще, куда тебя жизнь занесла, чем ты занимаешься, как ты сложился профессионально? Ну, там, последние лет, там, 6-7, я работаю в интернет-маркетинге, там, есть несколько своих стартапов, вот, но, в целом, ничего такого необычного, такая размеренная жизнь Понятно В общем, у тебя ненормированный рабочий день, да? Я еще сайты умею делать Заказывайте сайты у Феди, сайты от Феди из 3D-клана, да? Ну, а вообще, вот такой вид деятельности интернетный, он, это киберспорт предопределил твою такую деятельность? Или у тебя до этого какие-то задатки были? Нет, абсолютно нет, я 10 лет отработал в ивентах, то есть, наоборот, такое событийный маркетинг совершенно другое А, ну, сайты у меня просто, как бы, это как, я это делаю, это как рисовать картину, я в этом вижу некое искусство, то есть, я люблю дизайн, чтобы там все красиво было Делал, ну, пришел к этому, потому что просто делал для себя сайты, потому что любой бизнес, когда ты стартуешь, всегда нужно, с этого начинается, а это дорого, я решил, как бы, этому сам научиться Ну, и затянуло, я так на фрилансе, вот, но, вот так, короче, вышел Научился всему, а почему тогда, если ты прям вот с ивентами работал, почему тебе не было? Или была все-таки идея как-то совместить твое увлечение, точнее, профессиональное и увлечение киберспортом, и какой-нибудь киберспортивный ивент тоже там не забабахать? Слушай, ну, а в те времена, когда мы играли, это все было на совершенно нищем уровне, когда мы все набивались за платя две сотки, которых и так у тебя нету Платишь, чтобы набиться в потный клуб накуренный, да, то есть там перспективы для ивентов, их не было особо, а единственную нишу занял Дилвиш Вот Отжал просто Да А сейчас? Сейчас я не знаю, с какой стороны к этому подойти, но сегодня, например, я попытаюсь пролоббировать, чтобы следующий турнир сделали 2 на 2, потому что последний турнир, который проходил 2 на 2 Мы, кстати, занялись, но творил второе место, по-моему, там Да, да, да А первый занял Гогана с Зеркбоем, причем, по-моему, мы у них даже выиграли в Венерах, а потом Саня решил попробовать новую стратегию, и, короче, мы не смогли выиграть Но, тем не менее, было очень много народу тогда, было бы посмотреть интересно, что сейчас будет, если так сделать, при нынешних реалиях, вот, мне интересно, кто придет, это могут еще больше динозавры прийти, которые один на один считают, что, типа, тяжело, 2 на 2, там можно Ну, тогда корейцев, скорее всего, не будет, потому что они такие единоличники больше Да, но, честно говоря, мне больше нравилось бы устроить между собой здесь, потому что, конечно, да, я понимаю, может быть, кого-то привлекут корейцы на них посмотреть, но лично мне было бы больше интересно между собой И тут какие-то, чтобы реальные шансы с друг другом повозиться, потому что, ну, понятно, что мы, для них, это детский сад в одну калитку 10 лет мы не играли, по сути, а они... и тогда, если бы они 10 лет не играли, ну, можно было бы, да и то, вот А так, ну, это совершенно другой уровень, вот Ну, а как ты думаешь, чем сегодняшняя вот заруба закончится в итоге? Ой, я не знаю, я этих корейцев не знаю, никаких не знаю, вижу их первый раз Понятно, что они там между собой будут рубиться по 40 минут, все, как мы все эти воды смотрим, вот А кто там выиграет, не знаю Короче, корейцы сегодня все заберут Да, я не знаю, совершенно не могу даже сказать, ну, я, наверное, буду за Зергов болеть, ну, там, типа Вот, а так, у меня, я не за кого, ну, мне никто из них не импонирует, я их не знаю, не... вот Понятно, ну, вот ты продолжаешь интересоваться киберспортом, да, и, наверное, заходишь на ресурсы, там, читаешь, смотришь стримы, смотришь? Ну, бывают шальные Расскажи, пожалуйста, подборочку своего любимого чтива, там, стримчиков, блогеров и так далее Кого тебе интересно сейчас читать, смотреть? Ты имеешь в виду в киберспортивном мире или вообще? Не, ну, вообще, почему не? Слушай, ну, я такое, на самом деле, собираю всю помойку с ютуба, то есть я все, что в топе, так бывает через себя пропускаю Там что-нибудь делаю, а там что-нибудь на заднем фоне играет Вот Не знаю, не уверен, что эту тему стоит раскрывать, но там всякие любые, скажем так, оппозиционные видео я смотрю часто Вот А у тебя мозги так настроены, ты их смотришь, потому что мозги так настроены или по другим причинам, или просто любопытно, скандальненько? Нет, я не знаю, почему так, я как бы за правду, за равноправие и прогресс Демократия Ну, скажем так, как бы нынешняя ситуация, она, ну, я думаю, все и так понимают, какая В общем, ты политически подкованный человек с твердой гражданской позицией, и поэтому тебе это интересно? Ну, в общем-то, да, но я такой стал совсем недавно, это, вот, да, я это очень сильно разделяю, у меня очень много друзей, которые ватники, и тем не менее, они мои все равно друзья, как бы, но касательно киберспорта вообще это я здесь не связываю, и, да Не спорта, не киберспорта, вся эта вот, вся политата, она не должна никак касаться, мы должны продолжать встречаться всеми вообще, всеми соседями, дружить, общаться, соревноваться и улыбаться Да, ну, и много смотрю всяких спортивных видео, там, в общем-то Какой вид спорта? Ну, я немножко боксом занимался, там, даже выступал на таких соревнованиях, таких между клубами, вот, но сейчас что-то в последнее время тоже подзабил, совсем ленность одолела, фитнес кончился, и, вот, к тому же я целый месяц играл в Старкрафт Теперь все, можно расслабить, я натренировался на полгода вперед Ну, типа того Ну, как в футболку уже влазить не будешь, тогда придется вернуться в фитнес, а пока можно Ну, кстати, я смотрю, вот, люди, которых я многих не видел, в принципе, многие сейчас начали тоже спортом заниматься, и, ну, в целом, каких-то бичей нету Потому что, когда давно, когда мы все играли, ну, как правило, все говорили, что, там, вот, ты, типа, играешь кем, вы станете, вы, там, будете все побираться, типа, вот, да, все такое Вот, но, как раз-таки, наоборот, многие приезжают, там, на своих, там, тачках нормальных и... Сложились в жизни нормально Да, да, то есть, вот, хорошо, что так вышло Жирком не обросли отнюдь Ну, если обросли, то положительным Положено, да Нет, плохой жизни Понятно Ну, в заключение, от тебя слова по поклонникам Старкрафта, фанатам и всем остальным, кто смотрит Да, смотрите, ребята, короче, такая тема Я, когда был первый турнир по Старкрафту, я был очень далек от этого и думал, что уже все это проехало, все это не для меня, как-то уже не было желания даже особо приехать Но потом я как-то на второй турнир приехал, втянулся и понял, что глупо, как бы, отрицать свою какую-то, там, былые свои затеи И, наоборот, круто, очень мотивирует это и очень хорошие впечатления остаются Это как после дня рождения, знаете, когда в день рождения, на несколько дней потом себя чувствуешь, так, приливом сил, потому что, ну, там, всех увидел, с кого не видел Здесь тоже самое, поэтому приходите, играйте Нет ничего зашкварного, что вы 10 лет не играли, вот я не играл 10 лет, вот я занял там топ-16, поэтому, вот Отлично, золотые слова, сейчас мы позовем нашего оператора Оператора, оператор, выключи нам видео, пожалуйста Спасибо за внимание